Мы с Баксом с самого раннего детства мечтали о том, чтобы у нас была своя собственная студия. Мало того, что надо написать текст и суметь его прочитать, еще надо записать, дать этому звучание, хорошее качество. Как раз этим и занимается Bustos Records. Как недавно сказали гости из Питера, то что звучание Bustos Records намного лучше, чем звучание Dev Jam. У нас свое оригинальное звучание, это все мы делаем здесь, в этих программах. Конечно, мы все умные, образованные парни, потому что необразованным это не дается. Но мы все начинали с подъездов. Бакс делал бит, я что-нибудь бацил. Читали, 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 дочитались до Bustos Records. Бакс у нас занимается в основном манеджировкой, а я занимаюсь в основном сведением. Но теперь всем этим занимаются другие люди, потому что нам это все надоело. Рэперы, не стройте себе студии звукозаписи, приходите на Bustos Records. Потому что студия звукозаписи это целый ряд определенных работ, над которыми надо трудиться. А читать рэпа совсем времени мало остается. Так что лучше читайте рэп и приходите на Bustos Records, записывайте его. Бакс сделает вам отличный музончик. Ну, я или Майк Докса идут в ваш трек, и будет все отлично звучать, как у Тима Буланда. Мы сейчас поедем в США для того, чтобы они послушали и поняли, что на самом деле у них тарап не катит. Все зародилось здесь, на Урале, в подвале. Меня зовут Бакс, для тех, кто знает, для тех, кто не знает. Я занимаюсь уже достаточно давно написанием музыки и рэпа. Процесс написания музыки, процесс аранжировки, это достаточно кропотливая работа, над которой приходится сидеть по несколько часов. Иногда может это прийти очень быстро какая-то мелодия, но чтобы она звучать начала, чтобы начала качать людей, это нужно доводить до ума. То есть мало просто придумать мелодию, нужно еще как минимум знать технические характеристики тех же эффектов, тех же программ. Пишем в абсолютно разных стилях, начиная от андеграунда, от полного, то есть бит, бас и мелодия, и заканчивая тем же коммерческим R&B, на которое требуется очень много времени. Пишу музыку уже около 8 лет, и вот с каждой аранжировкой, даже сейчас, все лучше и лучше. Сейчас заканчиваю институт на специальности музыкальной технологии с помощью компьютера. Ну эта программа называется Fruity Loops, это обычный секвенсор, то есть профессионалы на своих профессиональных студиях, как правило, пользуются программами, в которых сразу можно записывать вокалы, писать музыку, типа сонары и еще несколько таких редакторов. Это обычный секвенсор, тут не нужно знать нуд для того, чтобы написать музыку. Здесь нужно просто, чтобы была меди-клавиатура и хорошие банки звуков, с помощью которых можно написать музыку. Аккуратненько мы его выстроим, чтобы она ровненько играла. Вот я выстроил мелодию, теперь она играет. На самом деле, этот бит отлично звучит. Здарова. Здарова, здорово, как дела? У тебя все нормально? Все нормально, все респектусом идет, у меня все движется. Давай читать биртов? Конечно. Отлично, поехали. В общем, заходи прям сразу отсюда, даже не раздевайся. Меня зовут Саня, я из Нижних Серег. Писал сначала дома, в своей композиции, на компьютере, тоже пытался, там что-то сводил, но качества не было такого. Ну вот, пришел Саша, говорит, хочу записываться. Мы говорим, конечно, Саша, будем записываться. Подписали контрактик, небольшой договор, и все, и начали работать. То есть, постоянно ему начали давать музыку, он постоянно начал писать тексты. Подсказали приехать на студию в Екатеринбург, и все, и здесь уже пошло сведение, запись, минусовки все писали мне голосами. Я писал только тексты, и все сводило, делал с другими, или какими-то специалистами. Поначалу, когда начинаешь писать какой-либо текст, подгоняешь, лишь бы там, можно даже упускать смысл, лишь бы там два слова совпадало в конце строчек. Ближе к складам было, когда с тобой работают специалисты, то, что они видят какие-то недостатки и минусы. Ну, и со временем все исправляется, и уже сам начинаешь что-то оттачивать, и уже слова подбирать друг к другу, чтобы они там читались легче на тебя и красивее звучали. Надо какие-то приколы сделать, чтобы ты, как бы, эмоцию, эмоцию еще какую-то выражал, понимаешь, по поводу своего же текста. Еще простой пример вам приведу, как дома я записывал в микрофон ерунду, что-то читал, нормально мне казалось, друзьям включал, но они смеялись, потом подумал и покумекал, завел тачку и на студию поехал. Написали, записали, с качеством чистым, это вам не дома, здесь специалисты, сколько б ни старались, вы дома люди, не добиться результата, такого, как на студии. Покрутые минусы, без шума и без фона, в студийной будке, в дорогие микрофоны, кто-то говорит, да какая разница, я же утверждаю, это палец задницы, всем же не докажешь, дураков немало, а если ты дурак, завали ебало. Пришел он сюда чуваком из Нижних Серег, а теперь он в Нижних Серегах, ему все вот так руки поднимают, в его городе устраивается концерт в честь дня его рождения, выдвигается к нему туда, в город, вся наша банда, мы читаем рэп, собираем народ, вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok